Дорогие телезрители, рад приветствовать вас сегодня на моей кухне. Меня зовут Кудрявцев Олег, я шеф-повар ресторана Монблан. Сегодня мы для вас будем готовить очень вкусно. Сегодня мы вам предложим салат под названием строчетти де манзо. Название пришло с итальянского языка, в переводе означает это строчетти лоскутки, де манзо, манзо это говядина, лоскутки из говядины. Это салат, салат у нас будет сытный, он больше предназначен для мужчин, но исходя из опыта, где я его, так скажем, продавал, готовил. Его также любят и женщины, потому что он не только вкусный, он и красиво выглядит. Говядину используют очень часто и, к сожалению, в наше время тяжело найти говядину с хорошим вкусом и хорошего качества. Поэтому над ней приходится хорошенько поработать. Благо, позволяют нынешние технологии работать с нынешней говядиной. Этим салатом можно его один скушать и наесться. Этот салат нужно подавать большой порции, потому что маленькой порции он не смотрится эстетично и его окажется мало, потому что он действительно вкусный. И сейчас давайте приступим к приготовлению этого салата и познакомимся с продуктами, которые в него входят. Для него нам нужен тостовый хлеб, яйцо, сыр фета, помидор, видно перчик вот такой красивый, чесночок и микс из листьев салата. Туда входит шпинат, лола-роса, лола-бионда, руккола и немножко фрезе. Немножко фрезе почему? Потому что фрезе, у него специфический горьковатый привкус, и он придает именно пикантность этому салату. И самый важный ингредиент – это вырезка из говядины. Мы ее предварительно подготовили, но можно также брать свежую вырезку и работать с ней. Абсолютно нормальный продукт и легко поддается обработке. Салат этот можно давать детям. Дети его, вот у меня их четверо, и они замечательно его едят дома. Вот я знаю, что врачи не рекомендуют кушать детям телятину молодую, потому что телятина вызывает аллергию и ацетон. Это знают по своей семье. Нам нужно оливковое масло и бальзамический уксус. Все, ингредиентов не так много, но в сочетании они имеют очень хороший вкус. Нам нужно сейчас пожарить гренку в яйце. Включим плиту. Поставим сковороду, чтобы она нагрелась. И растительное масло, на котором мы будем жарить нашу греночку. Для того, чтобы обжарить греночку в яйце, нам нужно обязательно иметь яйцо. Мы его взбиваем, взбиваем венчиком до легкой пены. Для того, чтобы наша гренка хорошо прожарилась в яйце, нам обязательно нужно яйцо взбить. Яйцо равномерно распределилось по поверхности гренки. Вот так, до легкой пены. Макаем гренку в яйцо. С одного яйца мы можем пожарить целых две греночки, вот кому хочется. Я думаю, что многие любят такие вот греночки в яйце. Ждем, когда нагреется наша сковородка. И можем ставить, обжариваться греночку. Характерный шипящий звук для масла. Очень возбуждает аппетит. И вот какая у нас получается красивая греночка. Могу показать. Снимаем ее со сковороды. Это делается недолго. Буквально 20 секунд. Этот салат лучше всего готовить утром, в обед и вечером. Когда захотите, тогда можете его готовить. Особенно этот салат я рекомендую холостякам. Холостяки могут даже не переживать за свой желудок. Он съел этот салат и он наелся на полдня. Вторые полдня приготовил еще один такой салат. Наелся до вечера. И вечером еще раз и лег спать. Следующий этап приготовления этого салата. Нам нужно заправить наш салатный микс из листьев. Я не думаю, что речь идет именно о масле растительном или оливковом. Сливочным маслом кашу точно не испортишь. Сколько не добавь, оно будет все вкусно и вкусно. Даже я практикую сливочное масло добавлять в супы. Оно однозначно улучшает вкус любого супа. Добавил кусочек масла в суп и все. Вкусный вариант беспроигрышный. Масло обволакивает желудок и не дает вредным продуктам разъедать стенки желудка. Сейчас мы будем замешивать наш микс. Вернее, заправлять. Что нам для этого нужно? Ничего особенного. Оливковое масло. И бальзамический уксус. Вот с пропорцией примерно где-то один к двум. Два масла, один бальзамик. Замешиваем. Движения должны быть очень нежные. Салат ни в коем случае нельзя мять. Его нужно вот так подбрасывать. И вот он так перемешивается. Потому что если мы будем его мять, весь сок из салата вытечет. И он будет как минимум некрасивый. И есть вы его уже вряд ли захотите. Я подготовил себе тарелку. Сейчас мы можем выкладывать уже салат по центру тарелки. Красивая посуда играет не просто важную, а очень важную роль в подаче любого блюда. Потому что если мы возьмем тарелку с какими-то розочками, или детскими рисунками по бортам, или где, салат уже не будет так смотреться красиво, как он смотрелся бы, к примеру, на этой тарелке. Дальше мы будем работать ножом. Нам нужно нарезать тонкими ломтиками вырезку. Когда режешь такими ломтиками тонкими, тут важно не узнать, готова ли она, а важно уберечь ее от того, чтобы она не сгорела на сковородке. Поэтому здесь мы будем смотреть, вот она подрумянилась, и сразу ее снимаем. Наливаем масло на сковородку. Сейчас нам понадобится чеснок. Для чего? Для того, чтобы мы могли чесноком напитать наше масло. И когда будет жариться мясо, оно возьмет в себя вот этот аромат чеснока ровно столько, сколько ему нужно, не больше и не меньше. Есть люди, которые не любят кушать чеснок. И, кстати, чеснок, свежий чеснок на ночь кушать я вот лично не рекомендую. Почему? Потому что он, я не могу сказать медицинскими терминами, но я знаю, что он плохо влияет на пищеварение, то есть может ночью ни с того ни с сего заболеть желудок. И у некоторых людей даже как бы опухает лицо. Чесночок у нас уже зарумянился, мы его не вынимаем со сковородки, а выкладываем мясо. Обязательно нужно следить за мясом, когда оно жарится, потому что процесс происходит очень быстро. Если упустите этот момент, ну, все, вы остались, можно сказать, без завтрака, обеда или ужина. Я не думаю, что у большинства людей в холодильнике есть запас мяса, там, 5-10 килограмм, что можно там постоянно его пережаривать. Я считаю, что экономить на себе, в принципе, нельзя. Можно сэкономить, к примеру, на чем-то другом, это не сходить в кинотеатр, да. Но человек, он должен кушать, и должен кушать хорошо. Этот салат просто пышит витаминами. Здесь вот и белок, пожалуйста, мясо есть, и минералы, витамины в салатных листьях, да. Пожалуйста, вот помидорчик, перчик. Сейчас мы сделаем в салате воронку такую. Я это сделаю аккуратно. Для чего она нам нужна. Фантазия у каждого своя. Мне, допустим, нравится подавать этот салат именно таким способом. Но не обязательно повторять за тем, как делаю я. У каждого может быть свое видение, то есть, как сложить этот салат. Греночку разрезаем пополам, так, чтобы у нас получилось два треугольничка. У нас получилось один красивый треугольник, второй не очень красивый. Не очень красивый мы поставим вниз, чтобы его было не очень заметно. А вторым накроем сверху. У нас есть предварительно подготовленное яйцо пашот. В домашних условиях его тоже можно приготовить. Это не так сложно, как кажется. Есть много способов его приготовления. Выкладываем его на греночку. Второй греночкой прикрываем. Уже получается, да, красиво. Если кому интересно, как правильно сварить яйцо пашот. В воду наливаем немножко уксуса. Немножко его присаливаем. Хотя многие этого не делают, но я обычно присаливаю. Самое главное, чтобы яйца были свежие. Если яйцо будет не свежее, у вас пашот не получится. Просто яйцо, весь белок растечется по периметру сотейника. И вы его не соберете. Поэтому обязательно свежие яйца. И в горячую, но не кипящую воду, которая стоит на плите, на минимальный огонь ставим. Очень важно, чтобы вода не кипела. Аккуратно кладем яйцо. Ну, вбиваем туда яйцо. И вот оно должно вариться примерно где-то около минуты. То есть не кипеть. Если будет кипеть яйцо вот этими потоками пузырьков, которые поднимаются со дна кастрюли, то есть разобьет весь белок и желток. И оно получится. Оно не получится. Немаловажную роль играет острый нож. Если нож будет неострый, значит, вам нечего браться за продукты и их нарезать, потому что вы только создадите себе проблему. Есть у поваров такое неповерие, а понимание того, что тупым ножом можно больше сделать порезов, чем острым. Почему? Потому что вот острым ножом режешь, то есть вот он режет продукт. А тупым ножом, если режешь, он продукт не режет, он может соскочить, может, можно себе пальчик порезать. У нас нож довольно острый. мы легко нарезаем помидор. Достаточно помидорчиков. Помидоры мы выкладываем на листья салата. просто по кругу. Для удобства я выберу уже ненужное нам мясо и вот эту емкость в сторону, чтобы оно нам не мешало. Я думаю, что этим салатом один человек его скушает, и действительно, он больше ничего не захочет. Я говорил правду. Один салат съешь, и все. Выкладываем наши лоскутки мяса. Я сторонник того, чтобы все блюда, которые выходят из моей кухни, были вкусными. И приложу максимум усилий к тому, чтобы это было действительно так. Сейчас нам нужно нарезать сыр фета. Мы его нарежем крупным куском. так. И выложим на салат. Сыр высококалорийный. Этот салат придумал я, и вкус ему дал я. Поэтому вкус у него будет такой, как я придумал. Если у кого-то есть какие-то другие пожелания, он может добавить в этот салат что угодно. Нужно салат заправить солью и перцем. Следующий этап и завершающий нам нужно добавить пикантности вкуса этого салата перчиком. Это острый перчик. Мы его немножко вот так нарежем и выложим на сыр. Есть легкая пикантность этого салата. Но тоже красный перец является аллергеном. Люди, которые не любят перец, они могут его не закладывать в салат. Или же у кого-то аллергия на него точно так же. Можно заменить его чем-то другим. К примеру, можно добавить каперсы. Кстати, хорошая идея. Я добавлю этот салат каперсы как-нибудь. Наш салат готов. Ну а теперь сдобрим еще наш салат сверху оливковым маслом. Немножко. То есть он придаст блеск помидорам, мясу. И на этом завершим приготовление этого салата. Желаю всем приятного аппетита. Это здорово, вкусно и красиво. Яйцо. И нальем растительного масла туда. И растительное масло. Мало масла. Кто бы мне тарелку подал теперь. Так а я шу, я ж не на кадр, я так потрындеть. А ты мне 50 еще не налил. Как его зовут? Оп. Как правильно сварить яйцо пашот? Оно вам надо? Так, 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 так. Спасибо всем за внимание. До Субтитры Продолжение следует...